В солнечный воскресный день возле ВДНХ под стеллой ракеты собрались московичи на масштабное празднование Дня Космонавтики. Праздник был организован Объединенной Ракетно-Космической Корпорацией и Музеем Космонавтики. Конечно, этот праздник для всех. Это праздник и для ветеранов, для того, чтобы еще раз им дать почувствовать, какое огромное дело они сделали. Это праздник и для молодежи, для того, чтобы рассказать им, что наша страна первая в космосе всегда была, есть и будет. Гости праздника могли поучаствовать в костюмированных выступлениях, флешмобах, посетить экспозиции музея. На празднике были весьма известные гости. Сергей Крикарев, российский космонавт, герой Советского Союза и России, и Наталья Королева, дочь легендарного конструктора. А я помню 61-й год, 14 апреля, когда Москва встречала Гагарина. Что творилось на улицах города, невозможно себе представить. Это можно сравнить только с Днем Победы. Потому что все, кто только мог двигаться, вышли на улицу, сидели на крышах домов, на деревьях, когда Гагарин ехал с Нуковского аэродрома на Красную площадь. После торжественного открытия праздника почетные гости возложили цветы к памятнику Гагарина на аллее космонавтики. И посадили кедр. Выбор этого дерева не случайен, ведь позывной кедр был у первого космонавта планеты. Я видел очень много молодых семей с детьми. Они знакомятся с нашими традициями, входят в жизнь. Поэтому молодежь определяется, куда идти работать, где учиться. Поэтому для того, чтобы видеть, что было сделано, знать о том, что было сделано, нужны такие праздники. Для ребят, увлеченных спортом, возле входа в музей организовали спортивные мероприятия «Гагаринские ГТО», на которых выступили профессиональные спортсмены. Попробовать свои силы мог любой желающий. Народные гуляния шли до самого вечера. Было ощущение, что в этом году День космонавтики отмечали не только работники этой отрасли, но и вся страна. Возрождение традиций прошлых лет очень важно для современных популяризаторов космонавтики. Возникла идея возродить масштабность, увеличить масштабность этого праздника и возродить проход по Красной площади в День космонавтики. Я думаю, что мы с этой инициативой выйдем на руководство нашей страны и Москвы и предложим эту традицию возродить, чтобы можно было сделать такое мирное, красивое, костюмированное шествие, возможность демонстрации какой-то техники ракетно-космической, для того, чтобы все больше и больше россиян и москвичей смогли принять в этом участие.